Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие у вас прогнозы на финал? Очень простые. Коллектив Петра Налича займет первое место. Как думаете, а почему? Из-за того, что Петр очень харизматичный, не похож ни на одного из тех конкурсантов? Петр Налич займет первое место хотя бы потому, что у него есть классный барабанчик. Любимый ученик Кози Пауэлла и Билли Уорда. Об этих людях не знают, сомнение читателей. Об этих чуть позже. Чуть позже, да. Самый иск и правды. Дело в том, что у нас в спорте говорят так. Вышел на старт, все оправдания оставь на берегу. Налич классный, музыканты классные, поют хорошо, песни хорошие. Поэтому сейчас говорить о том, что мы лузеры, я бы не стал. Я считаю, что если мы вышли в финал, то задачи ставились поступать. Но сначала мы говорили о том, что нам нужно выйти в решающую стадию. Вот сейчас мы оказались в числе 25 лучших сборных по Евровидению. Это соревнование. Поэтому я считаю, что мы займем первое место. А иначе зачем было приезжать? Но, если вдруг мы не займем первое место, мне, например, совершенно не будет стыдно за то, что я соотечественник Петра Нальча и его славные команды. Потому что ребята сделают все, что от них зависящее. А там уже воля зрителя выбирать. Хотя соперники у них очень достойны. Уровень высочайший. Что нравится, какие песни понравились из тех, которые прошли финал? Кроме у нас «Фо Готтон», мне еще понравились песни грузинской исполнительницы и представительницы Азербайджана. Как видите первую тройку? Ваши прогнозы, вот первые тройки. Нальч, Азербайджан и Грузия. Скажите, пожалуйста, сейчас в интернете появилась такая информация, якобы как раз написала эта желтая пресса, что Эстония обвинила Петра в плагиате, что песня очень похожа на саундтрек сериала «Елена, ребята». Как вы думаете, это чушь, провокация какая-то перед конкурсом? На самом деле песня «Лос на фо Готтон» очень сильно похожа на ряд песен с теннисом Мяги. И Эстония пошла не по тому пути, потому что вспоминая несколько блестящих вещей, например, «Остановите музыку, прошу вас, я с другим танцую, девушка моя, пел теннис Мяги». И это вот на самом деле похоже очень на песню «Лос на фо Готтон». Ну а еще одна из песен, на которую похожа песня «Лос на фо Готтон», ее написал Александр Пахматов и спел «Теннис Мяги». «Нужно сделать все, чтобы олимпийский огонь не погас». Помните, вот это вот особенно во втором куплете «Лос на фо Готтон» под занавес, когда такой проигрыш, это вылитая Пахматова. Поэтому я считаю, что наши эстонские друзья должны быть лучше знакомы с творчеством великого русского композитора Александра Николаевна Пахматовой и замечательного эстонского певца, моего любимого «Тенниса Мяги». Как вам осло? Понравился город? Что успели посмотреть уже? Я сегодня был в крепости, и у меня был совершенно замечательный экскурсовод, самый лучший из армян, наш Артурик Басбарян. Он мне рассказал очень много о том, как создавался этот город, как строился. Я обещал его свозить на холминкольский трамплин, и он даже сказал, что он обязательно оттуда прыгнет пару раз, ну, если после первого выживет, конечно. А я буду внизу стоять с флажком, давать отмашку и ставить ему оценку за технику, ну и за дальность полета, соответственно. Тем более, что в Армении хромают прыжки на лыжу с трамплина, сыграй у нас тоже в России, поэтому даешь Басбаряна олимпийским чемпионом в Сочи. А кабанину, стреканину, оленину уже попробовали, местные деликатесы? Восло город морской, поэтому я с удовольствием ем рыбу, получаю это удовольствие, а, знаете, оленину я могу поесть и в Канты-Мансиске. Знаете, вам привет передавала очень большая Оксана Федорова, вчера с ней разговаривали, вот, просила, в общем-то, присмотреть какой-то сувенир в сувенирной лавке. Может быть, тогда баночку кабанины привезете ей? Ну, я не знаю, что привезти Оксане Федоровой, я бы Заню Паскова, он ей подскажет, что она любит, потому что сниму все свои последние деньги с карточки, и, собственно говоря, без штановка, парни из Литвы, поскольку все деньги уйдут, включая одежду Second Hand на подарки Федору, на тот самый магнит, да, который я привезу, на мои замечательные коллеги. Нет, я не сомневаюсь, что когда-нибудь Оксанка с удовольствием выступит сама на Евровидении, я слышал несколько вещей, которые она написала, одна песня мне сильно понравилась. И вот я увлеченно жду, когда ей предложат спеть дуэтом, ну, например, Джеймс Хэтвилл, вокалист «Металлики», это будет, или, по крайней мере, напишут для нее песни. И вот с этой композицией Оксана Федорова с аккомпанементом группы «Лорди», потому что можно выставлять шестерых, такая интернациональная бригада, Федорова вокалистка вся в кожи, в цепях, и группа «Лорди» на заднем плане, и дирижирующий Джеймс Хэтвилл этим оркестром, мне кажется, вот тогда у нас будет шанс не просто перебить рекорд «Рыбака», который набрал, я не помню, сколько баллов, но перебить вообще все рекорды, потому что в этом случае никто из стран просто не заявится, нам автоматически отдадут первое место на 10 лет вперед, и Москва устанет проводить конкурс Евровидения. Но я еще раз хочу сказать, что если устанет Москва, то Химкинский дом культуры «Родина» всегда готов принять и Евровидение, и другие замечательные фестивали. Асходинский кинотеатр, который 10 лет как не существует, у Ильцианова отстроена, там мы будем проводить автопатию, различные вечеринки, и радоваться 10-летним победе в Оксане Федоровой и Джеймса Хэтвилда, и ребята с другом «Лорде» в составе «Горной России» на Евровидении яхт. А вот самый главный такой, в общем-то, скандал Евровидения, Александр Рыбак признался, что он гей. Как вы отнеслись к его заявлению, как вообще российская делегация, туристы, все, в общем, как-то реагировали на такие откровения. Все-таки надо, как вы считаете, держать себя в руках? Да, как я, я держу себя в руках, и когда мне говорят про то, что Александр Рыбак гей, я не бегаю от Александра Рыбака. Я здесь вчера вот виделся, мы поздоровались, и вообще не заметил никаких знаков внимания со стороны Рыбака, но мне кажется, что он все-таки любит девушек, тем более, что я знаком с той, которая с ним целовалась, я не знаю, будет ли у них ребенок после этого, но Александр Рыбак, как мне кажется, должен обязательно любить женщин. А какая разница, в конце концов, кого любит Александр Рыбак? Главное, что я знаю, любит Россию, Белоруссию. Это приятно, он с удовольствием к нам приезжает, он исполняет, зная наизусть, например, вспоминая концерт Александры Пахутовой. Наши суперзвезды ставили перед собой пепитер, ни черта не могли выучить слова, а Рыбак спел по памяти, хотя он, в общем, норвежец. Ну и моей огромной радости лидеры в норвежской сборной по лыжам или по биатлону, они не любят Александра Рыбака, потому что им больше нравится, скажем, норвежская клэм-рок-группа Виквам, которая на самом деле является подлинной звездой здесь Норвегии, в отличие от Рыбака. Так что, Александр, до славы и Виквама, вам еще потеть и потеть.